Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу, что мы с вами шаг за шагом движемся к завершению. И этого псалма значит и к определенному состоянию сердца Давида, потому что каждый псалм имеет свою конечность в настроении, в состоянии, то есть то, что является кульминацией, то, что является завершением. И поэтому, поэтапно подходя и к этому тексту, у нас сегодня с вами 12 стих 64 псалма. «Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг». Есть лето Господне благоприятное. Друзья, когда мы с вами живем в разные сезоны, где-то практически один сезон весь год, например, на Гавайях, на Экваторе, там всегда лето. И людям трудно понять, может быть, тех, которые живут в разных сезонах, и для нас это очень кардинально разные сезоны. И по количеству светового дня, и по состоянию температуры, и по тому, что происходит в нашем окружении, соответственно, с природой или с тем снегом, который выпадает очень много. И поэтому сейчас, пока мы в сезоне зимы, но мы говорим о сезоне лета. Потому что, во-первых, мы всегда его ждем. Я не знаю, кто как, но для меня всегда лето очень является долгожданным. Весна – это первые сигналы, которые дают нам возможность увидеть, что лето-то приближается. Но есть такой сезон, который называется «Лето Господне благоприятное». В этом сезоне формировались или формируются плоды, которые были посеяны весной. И есть сезоны для общества, для человечества, есть сезоны для каждого отдельно взятого человека, есть сезон для церкви. И вот тогда, когда мы с вами живем в лете Господне благоприятном, это процесс роста, процесс развития того, что было положено заранее, как семя. Потому что если семя не положить, то там ничего не вырастет. И тогда, когда один отец, имея троих сыновей, не знал, кому передать царство, а он был царем в той местности, то он дал три горшочка своим сыновьям и сказал, чтобы они вырастили семя. Ну, по крайней мере, дал горшочки и сказал, что вы поливайте, заботитесь о том, что я туда положил, и тогда будет урожай. И по количеству урожая я смогу определить, кто же будет царем. И каждый сын работал над своим горшочком. Первый пришел и принес достаточно бурный урожай или, по крайней мере, ростки очень серьезные. И отец его похвалил, сказал, хорошо, сын. Пришел второй, тоже что-то принес, может быть, чуть меньше, но тоже урожая было или, по крайней мере, ростков много. А пришел третий с пустым горшочком и сказал, сколько я его не поливал, сколько я не возделал, ничего не выросло, отец. Я не знаю, почему такой горшочек мне попался, но ничего не выросло. Отец послушал его и сказал, сынок, тебе я отдаю царство. Он говорит, как, братья, возмутились. У нас урожай, почему ты отдаешь этому сыну, который ничего не принес. А он говорит, он принес. И принес очень для меня большой урожай в том, что ни в одном горшочке не было семени. И я знал, что ничего не вырастет, потому что там нет семени. И честность для меня была очень важна. И вот этот третий сын, он был честным перед моими глазами. И поэтому я могу доверить ему царству. Поэтому, друзья, смотрите, Господь дает семя на почву готовую. Давайте готовить почву, и тогда придет семя. И честность – это один из очень важных показателей для современного человека и общества. И потому венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук. То есть, когда прошел Бог, там будет тук, там будет результат от того, что Он с нами проходит какое-то поприще. Слава Богу за то, что мы в числе тех людей, которые не останутся без плода, когда мы сначала даем борозды проложить в нашем сердце. Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою благость, которая приходит, источает тук на Твоих стезях. И пусть лето Господне благоприятное будет для нас благословением, временем, в котором мы формируемся для вечности. И пусть и качество, верности, честности, и всего того, что делает нас сильнее врага, чтобы в нас это вырастало. Потому что это тоже когда-то положенное семя в человека, вообще в человечество. Но которое получило поражение через семя дьявольское. Бунта, недовольство и прочих вещей, которые проникли с грехом, став природой уже человека. Но Ты пришел и искупил нас от этого состояния грязи. И для того, чтобы мы не соглашались больше жить в ценностях нечистого мира. Потому что они ценностью никогда не были и не могут быть. Но в Твоих ценностях дай нам развиваться, расти и приносить плод. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.